Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите программу «Тема дня». С вами Ирина Чекунова и сейчас представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях руководитель Патриаршего центра кризисной психологии Михаил Хасминский. Добрый день, Михаил Игоревич. И уполномоченным по праву ребенка в Тверской области Лариса Масалыгина. Лариса Анатольевна, здравствуйте. Михаил, вы приехали буквально на несколько дней в наш Тверской регион. Сразу же вопрос, какова цель этого визита, встречи, какие были встречи, какая аудитория, на что делался акцент? Очень неравнодушный человек это все организовал. Это как раз Лариса Анатольевна Масалыгина. От нее инициатива исходила. Вот напротив и сидите друг друга. Конечно. Раз человек болеет сердцем за регион, ну как можно было отказать. И вот мы проводили и для специалистов мероприятия, где были психологи учебных учреждений, классные там руководители, руководители образовательных учреждений. Ну достаточно много было людей, около 300 человек. Вот двудневный семинар по профилактике суицидов. Вот сегодня еще встретимся с журналистами, как надо освещать деструктивное поведение. То есть, что можно, что нельзя говорить. Да, ну были встречи у нас вот сегодня с утра. Я уже работал с личным составом УФСИН по Тверской области, познакомились и с руководителем. И с силовиками провели также вчера мы достаточно большое мероприятие, где были сотрудники прокуратуры и ПДН, полиции. Ну, тоже говорили, ну немножко, так сказать, в другом ракурсе, об одном и том же. Как нам предотвращать какие-то деструктивные поведения, как заниматься профилактикой, чтобы это было реально, эффективно. И все, чтобы было на благо региона. То есть, фактически, вот, Лариса Анатольевна, у тебя те же самые вопросы, тот же самый состав, да, который Михаил Игоревич перечислил, да, перед кем он выступал. Мы здесь собирались вот в этой же студии и говорили на эти же темы, да. Насколько сейчас актуально то, о чем практика, практическая, наверное, вы учите практики и теории, и практика, да, о чем говорил... Ну, на самом деле, Ирина, вы совершенно правы, актуально, мы с вами знаем, в студии регулярно на эту тему собираемся. Единственное, мы собираемся очень узким кругом, а здесь был круг достаточно широкий у нас, вот только на семинаре, в котором приняли участие педагоги, психологи, социальные педагоги, классные руководители приняли участие больше 300 человек. Это действительно достаточно большой охват аудитории, приезжали люди из районных центров, здесь они у нас ночевали, второй день семинара прослушали, и у нас вечером прошло также еще родительское собрание, Михаил Игоревич провел собрание с родителями тверских школ, как раз вот на те темы, которые сейчас волнуют, мне кажется, каждого родителя. То есть, что происходит с нашими детьми, как правильно разговаривать с ними на ту или иную тему. Тут же важно как, и не умолчать, и не переборщить, да, тут верный тон подобрать к каждому ребенку, который может быть услышанным, может быть эффективно воспринят. Ну и, конечно, это вот как раз те самые механизмы профилактики, о которых многие говорят, но мало кто понимает, как это реально можно сделать, потому что, к сожалению, мы сталкиваемся реально с такой ситуацией, когда мы все реагируем постфактум. Когда что-то произошло, мы начинаем реагировать, анализировать, думать, что же мы не досмотрели, и мы понимаем, конечно, что единого алгоритма, к сожалению, на сегодняшний момент не выработано. По предотвращению и суицидального поведения, и деструктивного поведения, и, в принципе, с длительной коррекцией деструктивного поведения, это большая проблема. Ну, в том числе это связано с отсутствием системной подготовки таких специалистов, и, наверное, отсутствием методической базы. Поэтому, Михаил Игоревич, огромное спасибо, что он к нам приехал, и то, что он свой опыт богатый, накопленный, передал нашим специалистам, которые, я надеюсь, будут им правильно восприняты и использованы в дальнейшей работе. Вы сказали об отсутствии базы. Михаил Игоревич, вы, наверное, не только в нашем Тверском регионе такая ситуация, да? Вы, наверное, путешествуете по всей стране, да? В этом году, да. И везде проблемы одинаковые? Конечно, ну, а как оно может быть разное, люди-то везде, знаете, страстно, тленные и смертные, и, в общем-то, к сожалению, определенный процент людей деструктивен, да, и мировоззрение, опять же, не везде. Ну, вот я, например, не бываю, знаете, в каких регионах, интересно, например, на Кавказе, там вот с деструктивных поведений все гораздо лучше. Потому что там сильное устое семьи или как? Там сильны условия традиционного мировоззрения, да, то есть там традиционное мировоззрение, традиционная воспринимается ситуация, табу есть на определенные вещи, то есть ты не можешь делать, ну, в том числе, кстати говоря, суицид, это осуждается, это всем обществом порицается. И статистика, например, на Кавказе, да, она почти в сто раз отличается, например, от статистики на Дальнем Востоке, да, но в ЦФО, конечно, лучшая ситуация, опять же, у нас в лидерах Дальний Восток и Сибирь, ну, в лидерах, в отрицательном смысле. Да, да. Вот, и, конечно, хотелось донести до, так сказать, сведения специалистов, что вот это и является, ну, одним из основных профилактических средств, то есть формирование правильного мировоззрения. Человек не делает то, что не соответствует его мировоззрению. Это, в общем-то, психологическая аксиома. Если ты считаешь это недопустимо, ты этого никогда не сделаешь. Кто это мировоззрение должен в голову человеку вбить? Вот это должны делать как раз учителя. Учителя. И родители. И вот именно эти, это их основная задача. Не уже постфактум, там, разбираться со всеми этими группами и так далее, когда уже все произошло, они не специалисты, то есть, когда болезнь уже запущена, ну, например, тяжелая, то это должен заниматься уже узкий специалист, в принципе. А это уже хирург. А вот, да, хирург, а вот когда еще человек не заболел, а там, знаете, надо вовремя чистить зубы, там, мыться, питаться правильно. Вот это и есть первичная профилактических заболеваний. И один из, на мой взгляд, ну, вот я лично его глубоко уважаю, Олега Ивановича Апалихина, директора неврологии имени Лопаткина, с которым мы часто встречаемся и дружим. Вот он говорит, чтобы, надо не выбирать средства борьбы с плесенью, а надо сделать так, чтобы не было сырости. И тогда они просто не понадобятся. Ну, так же, как мы говорим, чтобы было чисто, ты просто не ссори, да, а не потом героически это устраивает субботники, чтобы это все убирать. Ну, да, это все применимо как раз тоже к духовно-нравственной сфере, как раз к тому, к чему мы, в общем-то, призываем неоднократно, да, и в том числе родителей. То есть мы всегда говорим о том, что от родителей, от взрослого человека во многом зависит и судьба ребенка. То, что мы демонстрируем, то, что мы рассказываем вольно-невольно, оно таким образом отражается на ребенке. Это надо себя понимать. То есть это наше зеркало, мы вырастили то, что мы вырастили. Ну, вот мы вырастили то, что вырастили раньше, мне кажется, что раньше. Ну, допустим, скажем, когда был Театр Пионерия Комсомолия Октябрята, это уже такой вопрос, наверное, не стоял так остро, или это мне так кажется, или просто об этом не говорили? Я вам скажу, почему. Ну, деструктивные-то были, опять же, люди, да, но здесь были определенные правила поведения, то есть вот эти вот социокультурные передачи от родителей к детям, да, вот, например. Например, ну, рос ребенок от Орвы, но у него все равно была там бабушка верующая, которая занималась им и говорила, вот это хорошо, это плохо. И у него в голове было, драться дрались, но были правила, до первой крови, лежачего не бьют. То есть зверств не было, образ, так сказать, полностью божий из себя не сдирали, потому что была вот эта инерция. В 90-е годы она закончилась, то есть, к сожалению, бабушки эти ушли из жизни, там, или там прабабушки и так далее, и появился вакуум. Он совпал вот с этими 90-ми годами, вот с этой вот дырой, и прекратилась вот эта передача, вот эти ценностные. Вот сейчас ее надо восстанавливать, она восстанавливается сейчас. Давайте мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а буквально через три минуты возвратимся в эту студию и все-таки порассуждаем о том, как же нам это восстановить, да, и как, может быть, очистить то, что уже у многих загрязнено. Итак, мы снова в эфире, в эфире программа «Тема дня». Мы разговариваем сегодня с руководителем Патриаршего Центокризисной психологии Михаилом Касминским и Уполномоченным по правам человека в Тверской области Ларисой Масалыгиной. Михаил Игоревич, мы говорили о том, что раньше, раньше, до 90-х годов, да, когда была какая-то идеология в стране, когда было воспитание, мы говорим о другом уже воспитании, чем сейчас, наверное, не была так остро поставлена проблема вот этого вот деструктивного поведения. 90-е годы – это обвал. Обвал не только, наверное, нашей экономики, но обвал и в душе человека. Это социокультурная вот эта основа человека, ну и, кроме того, изменение определенного мировоззрения, в каком смысле, если раньше, ну, я вот учился как раз в советской школе, учили жертвенности, да, надо отдать другому, надо помочь товарищу, там, надо сделать что-то от себя, да. И вы знаете, это настолько засело, это, мне кажется, что всегда засело. Обратите внимание, там немножко другая история пошла, то есть, ты обогащайся, ты должен для себя, то есть, такой эгоизм, да, то есть, как раз отсутствие любви – это эгоизм, они, как бы, чем больше эгоизм, тем меньше любви, и наоборот. Вот, и вот этот эгоизм, он сформировал вот тех родителей сейчас, которые, вот, многие из них сейчас как раз родители учеников, да, не скажу, что всех, но некую часть, и им очень сложно с этим мировоззрением передавать своим детям правильные установки, да, и вот на этом начали играть некоторые группы, в том числе и в интернете, в том числе с помощью определенных технологий, которые играют и меняют правила, так сказать, себе на пользу. Здесь довольно сложный такой, знаете, конгломерат всяких проблем, которые мы, конечно, не можем обсудить на эфире, да и, может быть, это даже интересно, наверное, скорее всего, не будет. Но еще раз можно сказать, что если человек, например, порядочный, да, если у него есть твердые моральные нормы, то он не будет. Вот, знаете, как, невозможно же что-то предложить непристойное человеку, который совершенно к этому никак не возьмет. То есть иммунитет должен быть, духовно-нравственный иммунитет в каждом человеке. Вот это вот очень важная вещь. Вот вы сказали родители, да, которые воспитались тогда, в 90-е годы, но тогда же, в 90-е годы воспитались и те же самые учителя, наверное, которых сейчас... Многие, да. И мы говорим сейчас, если делаем акцент родителей и учителя, и школы, то как, их самих сейчас воспитывать с нуля, да? Нет, не с нуля, но... Фактически в чем-то, в чем-то. Ну, конечно, и, кстати говоря, у Тверской области существует, на мой взгляд, уникальный опыт в этом отношении. То есть я сам был личным свидетелем этого потрясающего опыта, когда ваше министерство образования, ну, это несколько лет назад, правда, да, привозили учителей в Нилову пустынь. Там эти учителя гуляли, там, отдыхали, приобщались, с ними проводили, так сказать, интересные беседы. Спикеры приезжали из Москвы, и я в том числе, да. То есть вот прям погружение в определенную среду, в которой им было хорошо, интересно и так далее. И уезжали, я видел, прям, другие люди. Меня просто уж приглашал, так сказать, наместник Ниловой пустыни, отец Аркадий. То есть это вот интересная тоже форма работы, которую, наверное, тоже следовало бы там и дальше продолжать использовать. Очень интересно. И тем более, что у нас есть Нилову пустынь, да у нас есть много таких мест духовных, да, абсолютно духовных. А, Лариса Анатольевна, а на ваш взгляд, как сейчас? Вот сейчас идет такой, или исключительно педагогические семинары по работе. Потому что мы часто за этим же кругом столом все равно акцент делаем на воспитании в семье. Само говорим. А вот школа, как-то, которая раньше, да, раньше были и классные часы, и мы какие-то занимались общественной работой большущей, да, вызывали родители не только для того, чтобы сказать, сколько денег нам собрать на эти или на эти нужды, да. Что теперь? Какая-то идет перереоиентация? Ну, мы стараемся на самом деле, да, потому что то, о чем говорит Михаил Игоревич, это вот отсутствие идеи в человеке. То есть человек не только биологическое существо, он не может быть просто биологическим существом, ему еще нужна идея. А вот эти вот традиционные вопросы, зачем я, для чего я, да, какие у меня цели, в чем смысл моего существования, такая философско-тяжелая тема, да, мы с вами знаем и историю нашу, и литераторов знаменитых, которые, в общем-то, тоже задавались этим вопросом. И этот вопрос, он неизбежно стоит перед каждым человеком. К сожалению, вот эти вот 90-е годы, конечно, они принесли вот просто непоправимую такую, да, удар по нашей вот социокультурной вот народности, потому что люди перестали задавать себе, зачем я, был вопрос, как выжить. Вот я только хотела спросить, эти вопросы очень важны, а сейчас мы к ним возвращаемся, и люди-то тоже те, которые пытались выжить, и которые уже сформировались как личности, уже там достаточно взрослые сейчас находятся, и перед ними тоже этот вопрос неизбежно встает. И очень многие получают такое тяжелое жизненное разочарование в ценностях, которыми вот они всю жизнь увлекались. Оказывается, в общем-то, наверное, были фальшивые ценности. И вопрос, кто я и зачем я, все равно перед ними неизбежно встает. Самое тяжелое, что это вопрос, и перед детьми тоже встает. На разных этапах их существования, в том числе в различных таких кризисных ситуациях, мы тоже разбирали на семинаре, благодаря Михаилу Игоревичу спасибо вам огромное. Потому что, например, ситуация горя в семье, утрата близкого человека, это часто бывает таким последним спусковым механизмом для начала, ну, абсолютнейшего, не укладывающего никакие рамки деструктивного поведения ребенка, подростка разного возраста. Это может быть и 10-летний ребенок, это может быть и 17-летний уже молодой человек. Но, в общем-то, эта ситуация горя, она и для взрослых человека достаточно тяжело переживаема. Но, к сожалению, наших детей, наших педагогов не учат, как переживать такие ситуации, как реагировать на них. Ну, я знаю, что, посоветовали, идите к психологу. Идите к психологу, посоветовали к психологу. А психолог-то откуда это знает? И психологов тоже этому никто не учит. Вот, что у себя проблема. Вот, Лариса Анатольевна говорит об этой истории с горем. Около 15% детей до совершеннолетия сталкиваются с вот этой проблемой утраты близкого человека. То есть, это происходит в школе. И профессиональных навыков нету, потому что это же идет не из психологии. Это же идет из культуры, ритуалы, отношения, соболезнования, объяснения смыслов. И вообще о горе невозможно говорить с секулярной точки зрения. Понимаете, это всегда религиозная тема. И любой человек это, в общем-то, понимает, кто это хотя бы переживал. То есть, все равно там, неважно, может быть, так сказать, конфессионально это все может отличаться. Но все равно человек думает, а что дальше? А встречусь ли я с ним? А увижусь ли? И об этом же надо тоже очень корректно уметь разговаривать. Для этого надо иметь большой опыт именно в этой части. И вот мы его просто так вот тихонечко затронули. И вот мы продолжим, и сделаем отдельно потом, и для того, чтобы работать с детским горем. Так, слушайте, и у взрослых горе. И с ним тоже никто не работает. А это приводит к алкоголизации, и массе других проблем. Это видно на самом деле одно за другим. Конечно. Потому что человек нет структуры. А структура, она давалась как раз всегда традиционным вот этим мировоззрением, традиционной религии, которая говорила. Это традиционный ислам, традиционный буддизм, традиционный православие и так далее. То есть вот на территории Тверской области, это, конечно, традиционно православное. И каждый случай все знали, что надо сделать, к чему это все приведет, на что обращать внимание. Как хотя бы, вот я и говорю банальную вещь сейчас говорю, не умеют выражать даже соболезнования. Ко мне приходят женщины, у которых там умерли, там, ну, там, мужья или мужья. Говорят, вот силы все уходили не на то, чтобы пережить горе, а на то, чтобы не убить тех, кто соболезнует вот этими дежурными глупыми фразами. Там, ну, ничего, еще замуж выйдешь, не плачь покойника замуж, все будет хорошо, что будет хорошо. То есть даже здесь у нас нет вот тактичного какого-то отношения созидательного. А это все есть у нас в культуре. Мы просто взяли это и каким-то образом в этом очень драгоценном, я бы сказал, сундучке, все под пыль куда-то там. Как у нас обычно бывает до основания, а затем, а потом мы начинаем изобретать что-то новое и прочее. Вы, интересно, вот правильно сказать, традиционно сделали акцент, потому что вот здесь же мы обсуждали, что взамен традиционному приходит нетрадиционное, незарегистрированное. Только вот на этой же неделе мы говорили, что у нас в областной столице работало, назову это сектой, хотя это уже некорректно называть, да, но по-другому не сказать. Которая заманивала детей и подростков, и каждому из них, казалось, да, они находили какие-то подходы, что вот я для них ценен, я для них человек. Они какие-то какими-то умеют находить. Это манипулятивная технология. Видят, где пусто, да? Совершенно верно. Боргировка любовью, это используется достаточно часто. Приемы очень стандартные, совершенно уже как бы такие известные, опробованные, но, к сожалению, поскольку мы с детьми не говорим, в том числе об этом, мы стараемся их оградить от всего негативного, от всего неприятного. Родители стараются там не обсуждать свои проблемы там в семье, не дай бог там про развод, там смерть близкого. Лучше не трогать, само заживет. А ребенок-то ищет ответы на свои вопросы, а задать-то их некому. И он и находит тех людей, которые его любят, которые с ним откровеннее. Любят в кавычках. Ну, конечно, да. На самом деле не любят, а используют. Да, используют. Используют в темной причем. Вхождение в доверии, которым пользуются совершенно люди со странными целями, будем так говорить. А иногда совершенно криминальной направленности. То есть, да, это бывает. И об этом мы тоже говорим, родителям говорим. Чем дальше у от своего ребенка, тем ближе к нему чужой человек. Вот, кстати, Лариса затронула вопрос, что мы об этом не говорим, об этом не говорим. А надо, Михаил, по-вашему совет, говорить на эти сложные темы, что-то абсурдное, даже, возможно, кажущееся неприятно, ограждать ребенка, растить его, как в теплице? Ну, вот смотрите. Вот я вам, опять раз, может, на тему горя перешли, но на ней, наверное, наиболее будет хорошо это объяснить. Вот смотрите. Тверская область, ну, например, 200 лет назад. Ну, можно ли было такое представить, что баба какая-нибудь Груни умерла в деревне и взяли всех детей, увезли там куда-нибудь там, не знаю, в соседнюю деревню, чтобы они не видели? Так нет, баба Груни лежала три дня. В этой же хате. В этой же хате. К ней все шли прощаться. Естественно, что и дети, в том числе, со своими родителями. Они же задавали вопросы, а что такое смерть? И родителям отвечали, естественно, как знали. Они их не могли послать к психологу, которых вообще не было тогда, или еще куда-то. Они им отвечали то, что узнали от своих, соответственно, родителей. Говорили, что баба Груни, она прожила хорошую жизнь, она тебя любила, она тебе давала яблочки, там все, ты теперь должен за нее молиться. А баба Груни, так и с ней когда-то встретишься. Но главное прожить такую же достойную жизнь, воспитать так же детей, как это сделал баба Груни. Я, к примеру, говорю, да? Да, и ребенок, он понимал, что смерть это, во-первых, не катастрофа, а часть жизни. Часть жизни, да. Во-вторых, есть что-то дальнейшее, к чему следует стремиться, а не фрустрация. Вот это что, все, ничего, не конец. И что у него конкретно тоже есть это дальнейшее. Это же была отличная профилактическая мера. Мировоззрение устанавливалось у детей, которые читать, писать не умели, еще там, я не знаю, или потом учились. А может быть, некоторые так бы и не научились. А может быть, и не научились, потому что, слушайте, ну и что бы они делали, если бы не было этого мировоззрения. Они прекрасно понимали, для чего человек живет, в чем смысл жизни. Отвечали себе на эти вопросы. На что сейчас специалисты, то, о чем мы говорим, понимаете, это вот прям далеко не каждый, может даже какой-то придумать, далеко не каждый вообще об этом думал, даже, если уж так говорить. А смысл создания семьи. У нас в стране 70% разводов. Почему же мы не говорим, вот так правильно сказал Лариса Анатольевна, о разводах? А что такое развод? Развод это чаще всего отсутствие любви. А что такое любовь? А любовь это жертвенность, а не чувство. А к другому человеку созидательное желание кому-то, так сказать, сделать хорошо, а у него, соответственно, к тебе. Ты не ждешь чего-то в обмен. Вот если бы так бы заходили на семью, да, и понимали бы вот эти вот установки, как, собственно, раньше-то и говорили. Потому что раньше не было. Почему на это такое внимание уделялось? Я эту тему изучал, я вам могу сказать. Потому что раньше не было никаких пенсий. Раньше, как ты воспитал своих детей, и как ты, как, как воспитал и сколько воспитал, это определяло, в принципе, твое качество жизни в старости. Я, конечно, не за то, что... Отменить пенсии сейчас. К сожалению, может быть, засланный казачок. Нет, нет, я как раз категорический противник, так сказать, того, что социальные блага уходят. Да, я просто говорю, ну, раньше действительно не было, ну, не было никакой пенсионной системы, да. Поэтому огромное значение надо было уделить ребенку. Потому что это твоя гарантия. А потом, там сейчас многие, и у нас, вот даже на родительском собрании, такой программ, так сказать, был интересный момент. А что делает там учителя, родители? А что делает там государство? А что делает... Послушайте, и государство должно делать, и учителя должны делать, и вы должны делать. И никто не может от этого уйти и повесить на другого. Понимаете, все должны делать. Это наши дети, общие. И средства массовой информации должны делать, и силовые структуры должны делать, и руководство регионов должны делать. Все мы вместе, не разделяясь какими-то границами, барьерами, нормативными там актами. Если они есть, то надо их, что-то с ними делать, чтобы мы были вместе все в одном строю по этой теме. Вот вы сказали относительно детей, опять же таки, здесь же сколько раз мы обсуждали, когда после разводов. Он забывает, человек может забыть о своем ребенке, когда здесь поднимался вопрос, алименты, да, которые столько должников, и человек не думает о том, что он растет в себе будущее. Вот родился у него ребенок, да, и все, можно забыть, как страшный сын. Нет, он может и не забыть, у него другие там задачи, он наберет кредитов каких-нибудь, потом думает, как вы, это для него важнее. Живет сам для себя, вот о чем говорили мы. То есть это эгоизм, возведенный там какой-то там вообще ранг, там да, какой-то прям вот идеализация эгоизма, да, произошла. И это вот, собственно говоря, причина во многом и следствие, это вот такая замкнутая цепочка, которая сама себя воспроизводит. Эгоизм, он приводит к воспроизводству эгоизма. Вырастает ребенок, который говорит отцу или маме той же, да, говорит, который я тебе ничего не должен, я тебе ничего не должен, все, да, вы меня вырастили, спасибо, я пошел. И как бы вот это, конечно, страшно. Чего, наверное, вот в тех самых, на Кавказе, то, о чем вы говорили, в тех регионах, да, существует, да, там преимственность поколений, табу определенный, почему? Ну, я вам скажу, что там не существует. Там, например, не существует интернатов для престарелых. Вернее, вот в Дагестане есть один интернат, но мне один чиновник дагестанский сказал, что, вот, к сожалению, надо признать, там немного людей, правда, но там вот только русские бабушки. Своих, но они своих стариков не бросают? Своих нет, нет. Нет, воспитывают. То есть, опять же, вот традиция, она защищает тебя же самого, это же тебе нужно, понимаете, чтобы твой ребенок был вот в этом традиционном ключе, чтобы он имел понятие традиционные добра и зла. Чтобы никакой там артист с видом алкоголика, понимаете, не мог переформатировать ему сознание, что вот это хорошо. Да, и диктовать ценности. Да, и диктовать ценности. Потому что ценности, то же с человеком. Если он без ценностей, то он, в принципе, это так, просто животное какое-то. Уважаемые друзья, ну вот мы говорим, что надо, это великолепно. Если к этому мы придем, каким образом готово наше общество сейчас, вот вы встречаетесь, да, встречаетесь и с педагогами, и с силовиками, с кем вы только не встречаетесь, и рассказывайте об этом, как нам это сделать, и как можно быстрее. Уже с тем, кто родился, кто уже, может быть, пришел в взрослой жизни. Нет, запрос на это, конечно же, есть, и в том числе у детей. Дети тоже эти вопросы задают, и почему мы говорим, что вот этот провал в родительском поколении вот приводит к тому, что дети начинают искать ответы на свои вопросы, и вовремя нужно оказаться там правильному человеку, который правильно научит ребенка жить и сохранять свою ценность, свою значимость, духовную чистоту. Мы говорим о том, что очень большой запрос у педагогов, вот мы смотрели анкеты после проведенного мероприятия. То есть большинство людей готовы продолжать обучаться дальше, готовы с Михаилом Игоревичем встречаться и неоднократно, если он к нам еще раз приедет, надеюсь, это еще раз состоится и не раз, готовы обсуждать и эту тему, и другие темы. Там прямо перечислено было огромное количество еще проблем, которые, по мнению педагогов, вот им не хватает этого в их последневной работе. Поэтому, конечно, нам всем нужна эта информация, но мы должны перестать бояться и говорить о ней как-то так, знаете, через запятую где-то там может быть, стесняясь, не знаю, какой-то духовности в этих отношениях. Очень часто люди говорят, что светская мораль достаточно. Но что такое светская мораль? Откуда она родилась? У нас все общество, современное, так называемое, цивилизованное, это продукт христианской морали. И мы об этом не можем не говорить, это просто будет не исторический факт. Это вот как бы европейское общество, да, это в основном христианская мораль, соответственно, азиатские страны, государства, это исламская мораль. Но это все мораль религиозная. Нет светской морали, ее в принципе не существует. Нет понятия светской, добра и зла. Вот для светского человека, в принципе, ну вот, говорила мама там, не воруй, ну, например. А мне очень хочется. Ну, почему не воруй? А почему не воровать? А почему не изменять? Вот что мне, почему не изменять-то жене? Вот если есть основа, что не блуди, правильно, это откуда? Из заповедей, понятно. То есть, это не мама мне установила, это мне установили там. И я все равно буду нести за это ответственность. Вот если я перейду границу этой жизни, да, и мне скажут, ты что, было у тебя? Вот смотри теперь. То есть, я понимаю, откуда это все идет. А так, в принципе, в светском плане-то всегда можно менять правила игры. Помните, у нас в Советском Союзе был кодекс строителей коммунизма? И, кстати говоря, вот я вам... Практически калька. Калька, калька. Калька с христианских заповедей. И кто, собственно говоря, там особенно его соблюдал. Но самое интересное, я тут докопался, на 18-м полупленуме ЦК КПСС было сказано, что, или на 15-м, что надо сделать, чтобы был коммунизм. Сформировать органы управления, новые, да, коммунистические, были сформированы. Сделать материально-техническую базу, создать. Было создано. И третий пункт. Вот тут вот произошло сформировать нового человека. А вот нового человека сформировать не удалось. Потому что природа человека, она все-таки страстна, тленно, смертна. И это как раз область религиозная, в общем-то, понимания. И если мы не понимаем, что человеком движет, когда он не может с собой справляться. Знаете, вот я привожу такой пример. Как ПСС начинается, я начинаю понимать, что я на самом деле слабый человек. Я не могу справиться не то, что с собой. Я с дверцей холодильника не могу справиться. Понимаете? Это же надо себя прикрутить еще. Надо себя заставить. Надо себя... А ведь есть же еще масса всяких страстей. А если человек не знает, что такое страсть, он же вообще тогда ничего и не будет делать. У него четких норм добра и зла-то нету, понимаете. У него зло может превратиться в добро, если мне это нужно. А добро, наоборот, в зло, понимаете. Вот здесь проходит катастрофа сознания. А в исламе, в православии, в буддизме, в иудаизме понятия вот эти добра и зла основные. То есть есть там различия, в богослужениях и так далее. Слушайте, вот просто убивать невинного, чтобы прийти вот так вот и зарезать кого-то невинного, ребенка. Это, знаете, еще 10 лет назад, даже 15 лет, нужно было себе представить. А теперь? Это что за животные? А теперь? А это животные выбрались наружу. У них нет уже ничего человеческого. Это даже хуже, чем животные. Это то, что мы видим сейчас. Это расчеловечные люди. Понимаете, они уже расчеловечные, потому что в них от Бога вот это вот, они в себе убили. И они уже теперь не люди. Достоевский, что-то вспоминается, тварь ли я, дрожащая, или право имею. Скажите, в таком случае вы занимаетесь большой общественной, активной общественной работой, в том числе общественный совет ОФСИН. Для меня, вот я вхожу тоже на региональном уровне, в общественный совет регионального ОФСИН, всегда был вопрос, вот как. Я приезжаю в силу профессии на место преступления, я вижу то, что совершил этот человек, и потом я с ним встречаюсь уже там за колючей проволокой неволи. И я этот вопрос всегда задавала и сотрудникам ОФСИН. Как переступить эту черту, как увидеть человека. И в то же время, зверь-то выбрался наружу, вы говорите, и вот то, что он сделал, это уже не человеческий поступок. Как вы, вы работаете с ОФСИН? Ну, нет, как я работаю. Я, во-первых, член общественного совета в СИН России. Вы в СИН России, да. И там, в общем-то, не подразумевает работу непосредственно лицами находящимися лишения свободы, в местах лишения свободы. Но я часто был в воспитательных колониях, провожу, так сказать, беседу. Ну, я, конечно, был и вот у вас в Тверской, в Андреаполе, где... Лев-8. Да, Лев-8 тоже был. Знаете, когда человек уже там, он здесь может быть расчеловеченный, понимаете. Там, в принципе, определенный порядок, и очень многие люди, очень многие люди, они все-таки начинают по-другому думаться. Любой кризис – это возможность измениться, да. Вот он попадает в это место, и он... Как раз те самые вопросы возникают. Что ж я наделал-то, да. Если ему вовремя эти вопросы там приходят, он как раз может быть даже более человечным, чем даже был здесь, когда еще не расчеловеченный был. Я вас перебью, мне все время казалось, мне не все время казалось, я иногда казалось, что человек ревет душу, когда он говорит, что он раскаялся. Нет, нет, нет. Многие раскаиваются, становятся нормальными людьми. Ведь на самом деле, если так уж говорить, очень многие потом и семьи заводят. То есть это не то, что какие-то... Мы не должны их считать вообще изгоями каким-то там биомусором. Все, человек попал, отбыл срок. Кто-то хотел измениться, он изменился. Кто-то не хотел, он, наверное, не изменился и, скорее всего, попадет туда опять. Но это не то. Я не знаю, конечно, есть тоже те, кто пожизненно заключенный. Хотя я так полагаю, что даже среди них все-таки бывают люди, которые, так сказать, людьми... А мы в общественном совете, в частности я, немножко другими делами занимаемся. И вот один проект у нас сейчас есть, о котором, наверное, можно рассказать. Я вот сегодня вашему начальнику тоже рассказывал. Он интересный. То есть, когда человек попадает в места лишения свободы, кто-то должен, знаете, как вот эту программу помочь ему поменять. Не только социализировать, но и мировоззренческие изменения. А как вот тот же психолог или воспитатель, как... Может, у них у самих это не сформировано, кстати, тоже... Ну, вот о чем мы говорили. И изменить его можно через какие-то инструменты. И в частности, например, если человек будет читать. Если он будет читать только не всю там литературу подряд, да, книг-то очень много, а та, которая действительно меняет мировоззрение, да. Вот, ну, например, вот мне книга «Мои посмертные приключения» Юлия Николаевна Вознесенская прям очень многом помогла. Там «Не святые святые». Это если из религиозной литературы. Есть нерелигиозная, переключенческая разная литература, которая учит добру, интересным вещам. Есть прикладная литература. Как научиться скорочтению, как там, не знаю, всю мировую живопись узнать за час, да, там все прочитать. То есть там разные области есть, которые человек развивает. И мы в Афсине этот проект затеяли. Нас поддержал Российский книжный союз под руководством Сергея Вадимовича Степашина. И сейчас это выросло в серьезную. И вот скоро уже состоится первая передача в библиотечные фонды. Там 200-400 книг, которые будут менять мировоззрение. Уже все подготовлено в Афсине. То есть будут создаваться клубы вот этих там книгочитателей. Им будет даваться потом послабление в смысле режима. То есть какая разница ты самодеятельности или ты читаешь. Или ты в спортзал ходишь. Да, или в спортзал. То есть мы и социализируем, и меняем мировоззрение одновременно. И это вот такой большой проект общественного совета в СИН России и Российского книжного союза. Это замечательный проект. Книга, опять возвращаемся к книгу. Нас когда-то учили, да, и говорили, что книга лучший подарок. Я надеюсь, что мы возвращаемся. Калбус тоже примет участие в этом проекте. Это просто здорово. Это больше, что для тех это уже сформировано. Одно дело перечень рекомендовать. Мы критерии разработали со специалистами Академии ФСИН, НИИФСИН. То есть там есть четкие критерии, под которыми теперь можно даже брать действительно литературу из библиотеки в светских и передавать туда. То есть там не должно быть там агрессии. Не должны быть там... То есть, ну, я не буду перечислять. Ну, целый проект. Ну, раз, конечно же, туда могут попасть книги, детективы своеобразные, которые научились. Очень своеобразные. Он только что вернулся с детектива там на волю и стал герой, был герой, и прочитает снова про этот детектив. И, кроме того, там же можно видео еще специальные, опять же, им показывать. То есть формировать видеотеку. Мы дальше уже смотрим, собственно говоря, видеотека. То есть, опять же, формирование социокультурного пространства уже через вот эти дополнительные возможности. И, конечно, если ваш общественный совет тоже хочет присоединиться, мы обязательно вас присоединим. С большой радостью присоединимся. Я вообще хотела добавить, что музыку тоже надо определенную, да, было бы хорошо. Не, ну, конечно, классическая музыка, я слышала, у нас, естественно, в изоляторе играет. Нет, есть же аудиокниги. Аудиокниги, да, это было бы очень хорошо. А там же как режим, то есть телевизор, там, от сих до сих, и только такие-то программы. А воспитание никого у них вообще практически нет. То есть, там есть ограничения, которые можно заполнять как раз вот содержательной вот этой вот всей вещью, которая будет менять человека и помогать ему. Потому что я считаю, что самое главное право человека, находящегося в местах лишения свободы, стать нормальным членом общества, получать радость, иметь семью, получать уважение там людей, да. И в итоге уйдя из этой жизни, не пожалеть уже, собственно, ни о чем там, пристать пред Богом. Вот я, например, считаю, что это его главное, не объективное его право. И ради этого вот его права мы должны прям все делать, чтобы это все состоялось. Мы вот вспоминаем опять предыдущие эфиры, Лариса Анатольевна, говорили же, странно, что на книге мы и закончили тот эфир, да, когда говорили о воспитании родителям, что советовали? Макаренко советовала, Лариса Анатольевна, читайте. Подтверждаю, не отказываюсь, конечно, Макаренко, Ушинский, Пистолуцы, Джон Локк, педагоги замечательные, да, они жили в свое историческое время, но человек, он не меняется по сути, по сути, по сущности. Поэтому читать надо книги педагогов, если хотите быть хорошими родителями. У нас, к сожалению, эфир подходит к концу. Несколько практических советов, если можно. Ну, не практических, просто куда направим мысль, с чего начинать утро, чтобы день прошел удачно, чтобы все было не деструктивно, а позитивно, по возможности. Что посоветуете нашим телезрителям? Ну, я могу посоветовать только, естественно, себя, что мне помогает начать день с молитвы. Вот. Это хорошо настраивает. В принципе, хорошо бы им и заканчивать. А вот, тоже очень полезно, проверено, точно, 100% работает. Ну, и вообще, конечно, иметь нормальную цель, ставить, опять же, не какие-то там фантастические цели, но и каждый день ставить цели какие-то добрые, чтобы день был прожит не зря, чтобы, опять же, кому-то была от этого польза, от того, что ты делал за этот день. И тогда к вечеру у тебя будет удовлетворение. Ты не должен этим гордиться и восхищаться сам перед собой, но, тем не менее, удовлетворение будет, потому что этот день, значит, был чем-то наполнен. Если просто его сам для себя наполнял целый день, там, ел, пил, спал, и, там, не знаю, что, телевизор смотрел, то, в общем-то, опыт мой подсказывает, что такие люди мало удовлетворяются, и как раз чаще впадают в депрессию, вот, с таким вот раскладом. Хотя есть там люди, например, те, которые болеют, да, но тоже можно всегда делать что-то, хотя бы чуть-чуть, для других. Делать что-то для других, да, это очень важно. Кстати, у вас выпадает время в течение дня что-то почитать? Ну, у меня часто выпадает время что-то читать, в том числе в интернете, и, конечно, этого времени недостаточно, вот, далеко не столько, сколько я хочу, естественно. Ну, видимо, это сейчас жизнь такая у всех, если, знаете, всю бы информацию, массу информации, которая сейчас есть, которую не надо даже искать, она сама тебе идет, если ты эту всю информацию захочешь поглощать, тебе не хватит вообще никакого времени. К сожалению, время тоже та субстанция, которая очень интересная, неизвестно, откуда берется, неизвестно, куда уходит, вообще, что такое время, тоже тема для нашего отдельного разговора. Вот, но точно совершенно, что это очень драгоценная вещь, которая проявляет нас в этом мире, и что вот это время надо беречь, беречь и использовать по назначению и во благо. Лариса Анатольевна, такого интересного человека в наш регион вы пригласили, что дальше после этой встречи, еще будут встречи, или что-то уже будет наработка какая-то идти после вот этих вот семинаров? Нет, во-первых, конечно, мы проанализируем те результаты вот анкетирования, которые нам предоставили педагоги, потому что те тематики, которые вот они там писали в качестве необходимых для проработки, вот нужно понять, да, в какой степени, в какой глубине, для какой аудитории. И я надеюсь, что Михаил Игоревич впредь нам не откажет, конечно же, своим опытом поддержать наши робкие стремления к совершенствованию нашей практики. Поэтому, конечно, мы, думаю, что продолжим сотрудничество, если Михаил Игоревич будет так любезен. Я вас так свидетелью, свидетелью, что вы еще к нам приедете. Спасибо большое, уважаемые друзья. Ну и в завершение хочу нашим телезрителям пожелать, как всегда, берегите себя, будьте бдительны и берегите свое время. Всего доброго. Спасибо.